Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Мы продолжаем читать Евангелие от Матфея на библейском портале экзегет. И сегодня мы читаем пятую главу. Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, И он, отверживший уста свои, учил их, говоря Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жажущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они наречены будут сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправильно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика награда ваша на небесах. Так днали и пророков, бывших прежде вас. Пятая глава начинает знаменитую Нагорную проповедь, и она начинается с заповедей блаженства, которые поются у нас в церкви за каждой литургией. Первая заповедь. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Что значит слово «блаженны»? Это значит «причастны истинному благу». Некоторые современные переводы передают это как «счастливы». Но по-русски «счастье» может означать прежде всего такое эмоциональное состояние. То есть человек счастлив, он улыбается, у него очень легко и светло на душе. И, наверное, это не всегда верно, потому что когда человек переживает все эти евангельские блаженства, он не всегда счастлив и весел. Блажен значит «причастен к подлинному благу», «счастлив» в некотором абсолютно глубоком подлинном смысле. Потому что мы разные вещи можем называть счастьем. Счастье мы можем называть, например, эйфорию человека, который находится, например, под влиянием алкоголя. Вот он там полчаса, он очень весел и счастлив, потом действие отравы сокращается, и через какое-то время ему уже просто плохо, он себя отвратительно чувствует, и он ничего хорошего уже не видит в этом всем. И мы понимаем, что на самом деле несчастлив. Даже когда мы застаем этого человека в момент эйфории, в момент, когда ему вроде бы хорошо, мы понимаем, что хотя может быть в данную секунду ему субъективно хорошо, на самом деле он несчастен. Или когда мы видим человека, который вовлечен в какой-то другой грех, там человек изменил своей жене, ушел из семьи, и он очень-очень счастлив со своей новой возлюбленной, потому что ум улетел у него из головы. И мы понимаем, что да, субъективно он себя чувствует очень счастливо, но на самом-то деле он несчастлив, и это его еще догонит, еще у него все это будет, все это ему еще аукнется, он поймет, что ему не стоило так поступать. Есть подлинное счастье, когда человек обладает неким подлинным прочным благом, которое не уйдет, которое не выветрится. Настоящее счастье, оно предполагает, что оно соответствует подлинному благу и предназначению человека, то есть это не счастье как от опьянения, удовольствия, и что оно прочно, оно не исчезнет, оно не пройдет. Человек, который прямо сейчас может испытывать какие-то страдания и лишения, может быть в абсолютном смысле счастлив, потому что он находится на пути в Царство Божие, потому что находится в мире с Богом. Господь противопоставляет то, что может казаться счастным здесь, на земле, и то, что является подлинным счастьем. «Божены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Кто такие нищие духом? Это люди, которые сознают свою нищету перед Богом, люди, которые понимают свою полную зависимость от Бога. Есть люди, которые выглядят сильными, могущественными, властными в этом мире, которые распоряжаются, которые отдают приказы, и они выглядят успешными, они выглядят всего добившимися. Но Христос говорит, что «блажены нищие духом», то есть блажены те, кто выглядят слабыми, выглядят немощными, которые могут уповать только на Бога. И это делает их блаженными, потому что они ищут Бога вместо того, чтобы быть гордыми, быть довольными и как будто не нуждающимися в Боге. «Блажены плачущие, ибо они утешатся». Это поразительно парадоксальное высказывание, потому что мы, конечно же, не считаем, что плачущие и блаженны плачут люди, потому что у них горе, у них какая-то печаль, они чем-то удручены. Но Господь говорит, что поскольку мы находимся в падшем мире, для нас, естественно, плакать о бедственном состоянии этого мира и плакать о бедственном состоянии нас самих. Мы видим несчастье вокруг себя и в самих себе, и мы о них плачем. И это нормальная, хорошая, правильная, естественная реакция, потому что иногда люди реагируют на них с гневом, иногда реагируют с цинизмом, но христианская реакция – это реакция с плачем. Мы плачем о грехе мира, мы плачем о своих собственных грехах, и мы утешимся, потому что мы увидим, как грех и зло в мире будут побеждены, как явится Царство Божие. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Кротость – это добродетель, противоположная ярости и гневу. Мы привыкли думать, что гнев – это что-то активное, то есть человек как-то разгневался, и он что-то такое предпринимает активно, он каких-то плохих людей побеждает и так далее, какие-то произносит резкие речи. На самом деле гнев – это страсть, по отношению к которой человек пассивен. Человек является жертвой гнева, он испытывает гнев, и этот гнев его куда-то тащит. Человек что-то такое несет, с кем-то там дерется, какие-то предпринимает действия. Потом, когда гнев проходит, он часто думает о том, что вот напрасно вообще это сделал. Кротость – это способность человека удерживаться от ярости и гнева, ну, ситуация, которая может это провоцировать. Это человек, который не отвечает ругательством на ругательство, это человек, который не приходит в ярость, не лезет устанавливать свой авторитет, который с кротостью, то есть без ярости, без гнева реагирует на других людей. И вот говорится, что кроткие наследуют землю. Опять-таки, это противоположно нашему земному опыту и противоположно этике, которая существовала в то время, что землю наследуют люди гневные, люди воинственные, люди готовые к насилию. Христос говорит, нет, в конечном итоге землю наследуют кроткие. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны те, кто ищут, причем алчут и жаждут, как пища и питья, как чего-то совершенно необходимого, правды. Причем правды в самом широком смысле, правды Божией, чтобы была явлена правда Божия. Конечно, любые люди, вовлеченные в конфликт, они уверены, что они борются за правду. Абсолютно любая политическая партия будет говорить, что она борется за правду. Так устроен человеческий род. Человек всегда себя считает, безусловно, правым. Но здесь говорится несколько о другом, о том, что человек хочет торжества, ищет торжества правды Божией, а не своей. Как сам Христос говорит, не моя воля, но твоя, да будет. Блаженны милостивы, ибо они помилованы будут. Христос говорит о том, что подлинно блаженны, обладают подлинным счастьем те, кто проявляют милость по отношению к другим людям. И эта милость носит очень такой широкий характер. Речь может идти о прощении людей, которые перед нами виноваты, которые нас задели, которые против нас согрешили. Речь может идти о помощи людям, которые в нас нуждаются. Люди могут нуждаться в материальной помощи. Люди могут нуждаться еще сильнее в эмоциональной поддержке. Люди могут нуждаться в том, чтобы кто-то признавал их за людей, кто-то видел их человеческое достоинство. Люди могут нуждаться в нашем терпении. И вот милость — это открытое, щедрое, милосердное отношение к другому человеку. И милосливые будут помилованы. Как они щедро и милосердно относились к другим людям, так Бог будет милослив и щедр к ним самим. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Христос говорит о том, что Бога увидят чистые сердцем. Часто неверующие люди говорят о том, что покажите нам Бога, явите нам какие-нибудь доказательства. Христос говорит, что увидят чистые сердцем. Что это не вопрос каких-то научных данных, это вопрос чистоты человеческого сердца. А чистота сердца — это свобода человека от каких-то устремлений, которые его уводят от Бога. Чистое сердце, оно обращено к Богу, оно ищет Бога. И оно уходит от того, что его тормозит на этом пути, от того, что его удерживает. Это человек, главным интересом которого является Бог. И вот человек, который ищет Бога, тот его узрит, увидит. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими». Здесь мы видим, как парадоксально выглядят все проповеди блаженства, но вот это особенно. Господь Иисус проповедует в обществе, которое глубоко разделено и глубоко конфликтно. Его собственная страна, иудеи, находится под властью язычников римлян. И римляне вызывают у иудеев большую ненависть. Это язычники, они придерживаются совершенно другой религии и обычаев, они не понимают и часто не уважают веры иудеев, они выкачивают из иудеев, как из всех своих провинций, налоги. И они воспринимаются как ненавистные захватчики, от которых Бог должен их избавить. Со своей стороны римляне смотрят на иудеев, как на мятежных и неблагодарных подданных. Вот мы тут обеспечиваем мир, мы обеспечиваем порядок. Вот в отсутствие империи там все племена без конца режутся, а римляне вот установили пак с Романа, выстроили отличные дороги, принесли многие блага своим подданным. Причем, ну да, действительно, империя поддерживала мир, империя поддерживала порядок. И тут было что-то хорошее в присутствии римлян. Были различные разделения внутри иудеев, они ненавидели друг друга фарисеи, ненавидели иродиан. Саддукеи ненавидели фарисеев и иродиан. Все они были врагами друг другу. И когда мы читаем в Евангелии, что фарисеи и иродиане составили заговор саддукеями против Иисуса, для человека, знающего контекста, это выглядит как нечто удивительное, потому что эти группы, они друг друга ненавидят. Но вот против Господа Иисуса они объединились. И любая группа, она не любит никаких миротворцев, потому что есть две стороны. Правильная сторона — это наша, и сторона вот этих отвратительных врагов, которые во всех отношениях ужасны, которые заслуживают только смерти. И всякий человек, который выступает в качестве миротворца, говорит, давайте вы примиритесь со своими врагами, он рассматривается как тот, кто подрывает боевой дух и, соответственно, вредит своей группе, он изменник, предатель. Он вызывает гораздо большую ненависть, чем, собственно, враг. И с тех пор ситуация в нашем падшем мире не изменилась совершенно. Люди живут в состоянии постоянных конфликтов, национальных, партийных, государственных. И миротворец, человек, который вместо того, чтобы бить в барабан и кричать, какие проклятые враги, как их надо убить, человек, который пытается быть миротворцем, он вызывает общую ненависть со всех сторон, со стороны обоих конфликтующих групп. Мы знаем, что есть острые конфликты, например, этнические. Если кто-то беседовал с представителями различных конфликтующих этнических групп, то там очень трудно вообще говорить о чем бы то ни было, похожем на миротворчество, потому что человек, который будет говорить о примирении со своими соседями, которые принадлежат к этой враждебной группе, он будет тут же воспринят как предатель нации. Ну или как у нас там предатель партии. Люди по самым разным параметрам друг друга ненавидят. И вот Христос говорит нечто противоположное. Он говорит, что блаженны миротворцы, ибо они наречены будут сынами Божьими. Блаженны не те, кто поддерживают войну, те, кто поддерживают свою группу в этой борьбе, а блаженны именно миротворцы. Блаженны изгнанные за правду, ибо их из Царства Небесные. И поскольку человек, который будет в этом отношении служить Христу, навлечет на себя общую ненависть и возможное изгнание, он говорит, блаженны изгнанные за правду, ибо их из Царства Небесные. Нет ничего приятного в том, чтобы быть изгнанным. Нет ничего приятного в том, чтобы подвергаться всеобщей ненависти. Но Христос говорит, что такие люди блаженны. Он говорит, блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправильно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика награда ваша на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Христос говорит о том, что те, кто будут верны Ему, могут столкнуться и столкнуться с враждебностью, с нападками, с клеветой, что много раз в истории случалось. Мы это видели в относительно недавней истории нашей страны. Это сейчас так во многих местах в мире. И Христос говорит, что сталкиваясь с этим, мы блаженны, мы должны радоваться и веселиться, потому что награда наша велика на небесах. Евангелие противостоит этому миру, потому что у этого мира есть определенные ценности. Это деньги, это престиж, это власть, это богатство. Это даже на таком как бы моральном уровне, безусловная верность своей группе, партийной или племенной. И Христос предлагает нам совершенно другую систему ценностей. Мы выступаем в этом мире как посланцы, как представители Царства Божия, которые работают по совершенно другим принципам. И мы можем столкнуться с враждебностью этого мира, и, видимо, столкнемся, и мы не должны по этому поводу унывать. Это естественно так и должно быть. И далее Христос говорит, вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то с чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее на попрание людям? Соль это то, что предохраняет от гниения. Это единственный такой был консервационный агент в то время. Холодильников не было, каких-то сложных химических консервантов не было, было только соль. И соль использовали, например, для того, чтобы сохранять рыбу от гниения. И христиане являются солью земли. И здесь Христос говорит, дальше он еще скажет свет мира, он говорит ряд вещей, которые задают очень высокую планку того, кто такие христиане. Мы соль земли. Христос говорит это не каким-то абстрактным людям, он говорит это нам. Мы, христиане, являемся солью земли. Иногда бывает, что христиане впадают в ложное смирение и говорят, что вот поскольку я бедный, жалкий, ничтожный, негодный грешник, ну чего и смени и спрашивать. Христос говорит, нет, вы соль земли. Вы должны быть солью земли. Вы сохраняете этот мир от гниения. Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы и зажегшим свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике досветят всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. Христиане являются светом миру. Это значит, что христиане должны проявлять свое отличие от мира, быть другими. Это должно проявляться в добрых делах, и это должно проявляться в том, что христиане ведут себя по-другому, не так, как люди этого мира. Мы принадлежим к другому царству, и мы должны вести себя по-другому. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей, сих малейших, и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников, Закон, имеется в виду закон Моисея, и отношение Господа Иисуса к закону — это отношение самого законодателя, потому что Иисус говорит, в чем на самом деле состоит закон. Закон состоит в любви к Богу и к ближнему, и этот закон не будет отменен, этот закон остается. В законе, конечно, существовало несколько измерений, если мы берем ветхозаветный закон, в Библии в нем можно выделить юридическую сторону, обрядовую сторону и нравственную сторону. Обряды существовали до прихода Господа, и они должны были предуказывать на приход Мессии. Юридические законы регулировали жизнь ветхозаветного Израиля. И то, и другое для нас сейчас не актуально. Но нравственный закон для нас, безусловно, сохраняет свою актуальность, и этот закон Господом не нарушен, не отброшен, но исполнен, доведен до совершенства. В нем он совершенно исполнился. Вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю ему, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто скажет брату своему «рака», подлежит Сеэндриону. А кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя, оставь дар твой пред жертвенникам, пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда пойди и принеси дар твой. Господь не только не отменяет закон, он его в определенном смысле усиливает, потому что закон говорит «не убивай». Если ты не совершил убийство, ты никого не зарезал с ножом, то ты и чист. Ты можешь исходить ненавистью, ты можешь исходить злобой, но если ты никого не убил, то и молодец. Господь говорит «нет, если ты гневаешься на братство напрасно, ты подлежишь суду, ты несешь ответственность перед Богом и за движение твоей души». Была какая-то песенка, которую я давно очень слышал, где человек ругается со своей женой, и он поет «я задавил бы тебя трактором, но я боюсь тюремных факторов». То есть, когда человек удерживается от смертоубийства, потому что он боится наказания, но все равно он имеет такое злое сердце, он все равно виновен перед Богом. И Господь здесь воспрещает не только убийство, но и, скажем, презрительную ругань, как вот это слово «рока», то есть пустой человек или нечестивец, он подлежит Сиэндриону, кто скажет «безумный» подлежит Геене Огненной. То есть, мы не должны проявлять враждебности к своему ближнему ни в чем, в том числе мы не должны проявлять ее в словах. При этом, конечно же, мы можем не соглашаться, можем оспаривать, мы можем быть несогласны, это совершенно нормально, можем и обличать, но мы не должны никого презирать и ненавидеть. «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал бы тебя судье, судья не отдал бы тебя слуге и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь все до последнего Кондрата». Это большинство толкователей считают указанием на необходимость немедленного покаяния, что соперник – это совесть, которая обличает тебя в грехе, и ты должен скорее примириться с совестью и исповедовать этот грех, пока ты не оказался в темницах адских. Но это не отменяет достаточно прямого текста, достаточно прямого смысла, когда ты с кем-то находишься в ссоре, в конфликте, старайся примириться как можно скорее. И мы видим здесь, как Евангелие предлагает совершенно необычный, немирской подход к конфликтам, поскольку мирской подход к конфликтам состоит в том, что мы должны победить, мы должны побить наших оппонентов. Евангелие говорит, что мы должны искать примирение, а не победы. «Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею сердце свое. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и убросит себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввешено в гиену. Если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее, бросит себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввешено в гиену». Подобным же образом усиливается заповедь «не прелюбодействуй». Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. О чем здесь идет речь? Иногда люди говорят, что это требование невыполнимое, что человек просто идет по улице, видит какую-нибудь рекламу откровенную, ездит в метро напротив всего, женщина красивая, что делать. То есть, если он уже посмотрел и все уже погиб, это все равно, что прелюбодей, то каким образом тогда вообще можно жить благочестиво? Но смотреть с вожделением имеется в виду смотреть как на предмет вожделения, не как на человека, созданного по образу Божию, но как на нечто, что может послужить моим удовольствием, моим нуждам, как что-то такое, что я могу использовать в своих целях. Основная проблема здесь возникает в том, что человек, который так смотрит на женщину с вожделением, он не видит в ней человека, созданного по образу Божию. Он видит в ней просто средства для удовлетворения каких-то своих вожделений. И далее Господь говорит, когда Он говорит, если же правый глаз твой соблазняй тебя, вырви его и бросить себя, ибо лучше от тебя, для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твоего было ввешено в гиену, о том, что с грехом и с искушением нужно порывать решительно, даже если это будет болезненно. Звычайно болезненно было бы вырвать глаз или отрубить руку, но лучше выскочить хотя бы так, чем погибнуть в гиене. И поэтому любое попоузновение к греху, любое, все, что может представлять собой опасность втащить нас в грех, со всем этим нужно порывать немедленно, сразу не давая этому укорениться. Недавно я читал очень страшную историю про то, как был человек, многодетный отец православный, и через какое-то время он ушел к другой женщине, оставил жену с детьми, и, конечно, это чудовищный грех, но этот грех, он же возник не в одну секунду, это не было решением одной секунды. Он сначала увидел, что вот есть в его окружении такая привлекательная женщина, которая намного сильнее его влечет как мужчину, чем жена, которая, наверное, устала, которая недовольная, которая умоталась, которая суп пересолила, у которой еще какие-то недостатки, и он вместо того, чтобы эту мысль вырвать и отрубить, и бросить от себя, он начал с этой мысли лелеять, ее как-то заигрывать, как-то постепенно втягиваться. И вот Господь говорит, что не втягивайся. Вот с самого начала, когда ты видишь, к чему идет дело, ты должен сразу и немедленно отрубать эту возможность. Если ты чувствуешь, что ты плохо себя тут контролируешь, просто уходить из ситуации, где вот такая опасность возникает. И далее Господь говорит о браке. Сказано также, что если кто разведется женою свою, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится женою свою, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. Кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Здесь Господь говорит о святости брака. В Евангелии от Марка, там есть немножко контекста, к Господу приступают фарисеи и говорят, по всякому ли поводу позволительно разводиться с женою. И они ожидают, что Господь скажет, ну конечно, там по всякому, ну это не сошлись характерами, ну там любовь прошла, ну бывает. Потому что в то время среди раввинов было два подхода, был наиболее строгий, наиболее буквалистский, который был представлен Рави Шамаем, и Рави Геллиль был, который считал, что к людям надо мягче, что нужно неформально подходить, нужно исходить из нужд конкретных людей. И поскольку Господь говорил, что суббота для человека, не человек для субботы, что, конечно же, важнее живые люди, от Него ожидали, что и здесь Он даст такое вот чедрое разрешение, да разводитесь сколько угодно. Но Господь говорит нечто неожиданное, прямо противоположное тому, что от Него ожидали. Он говорит, кто разводится с женой своей, кроме вины любодеяния, кто подает на повод прелюбодействовать. То есть разводиться Господь запрещает. Почему? Потому что Бог верен. И это основное свойство Бога Израилева, которое проходит через всю Библию. Бог верен. Бог не бросает тех, кто на Него понадеялся. И вся наша надежда на том, что Бог нас не бросит. Мы согрешаем, мы Его прогневляем, мы ведемся не так, как должно, но Бог нас не бросит, потому что Он верен, и мы можем полагаться на Его обетование. И верность – это качество Бога, которому мы призваны подражать. И брак – это союз, который на земле символизирует отношения Бога и Его народа. Еще в Ветхом Завете отношения Бога и народа сравниваются с отношениями мужа и жены. В Новом Завете Христос назван женихом, а церковь – невестой. И брак обладает своей мистической глубиной, мистическим измерением, он символизирует верность Бога Его народу. И поэтому нарушение брака, разрушение брачных ус – это нечто абсолютно отвратительное и ненавистное Богу. Бог ненавидит развод – это грех, который может быть, конечно, прощен человеку, который раскаивается в нем, как убийство, как любые другие грехи, но это грех, которого нужно избегать изо всех сил. И далее Господь говорит, кто женится на разведенной, тот прелюбодействует, и это иногда вызывает недоумение. Ну а что делать, если женщина развелась 10 лет назад, у мужа ее бывшего другая семья, что она теперь должна всю оставшуюся жизнь провести в одиночестве? Там речь идет о более конкретной ситуации. Если мы вспоминаем евангельский контекст, мы помним, как святой Иоанн Креститель обличал Ирода в том, что он отбил жену своего брата. То есть, там была конкретная ситуация, что его брат живой, и он отбил у него ее жену. Ну, жена сама была рада повысить свой статус, перебежала к нему с радостью, и речь идет о том, что человек женится на разведенной, фактически отбив жену у другого мужчины, то есть, разрушив другую семью. Если мы смотрим на евангельский контекст, по-видимому, речь не идет о ситуации, когда женщина когда-то там давно развилась, и ее прежний брак восстановить невозможно. Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головой твоей, не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным, но она будет слово ваше да, да, нет, нет, а что сверх этого от лукавого. Когда мы клянемся, мы тем самым претендуем на то, что некоторые вещи находятся в нашей власти, что я могу это сделать, я тебе что-то поклялся, я могу это сделать. Мы должны исходить из того, что на самом деле все в руках Бога, что я буду это делать, надеюсь, у меня получится. клятвы делают нас, поставят нас в опасность совершить клятву преступления, и поэтому нам лучше их избегать. И мы должны быть людьми правдивыми, у которых есть репутация, и которым достаточно сказать да или нет. Потому что когда мы пытаемся уже приводить такие обширные клятвы, это показывает, что просто нашего слова будет недостаточно, и чем дальше, тем больше клятв мы должны нагромождать. Вот Христос говорит, что мы должны быть правдивыми и честными людьми, которым верят так. Вы слышали, что сказано око за око и зуб за зуб, а я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую, и кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду, и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему тебе дай, отходящего тебя не отвращайся. Ветхозаветный закон устанавливает только за око и зуб за зуб, и это нам кажется иногда суровым, но во времена Ветхого Завета это было напротив сильным смягчением мстительности, что это не значит, ты мне глаз выбил, а я весь твой рот вырежу, чтобы было совершенно нормально, что ожидалось, а я могу вырвать глаз оппоненту и не больше, и не больше. И вот это равное воздаяние, оно ограничивало человеческую мстительность, не выглядело как что-то такое, ее не увеличивало во всяком случае. Христос говорит, не протився злому, кто ударит тебя в правую руку, в правую щеку и твой обратит к нему и другую. О чем здесь идет речь? О том, что человек должен быть свободен от мести, свободен от мести за себя и свободен от мести за других. Любое общество, общество, абсолютно любое догосударственное общество и много государственных обществ тоже, они считали, что человек имеет обязанность и долг отомстить за себя или отомстить за своих близких и в различных ситуациях это могло приводить к тотальной гибели обоих родов. Есть знаменитая драма Шекспира Ромео и Джульетта, где там Монтеки и Капулетти без конца режутся, и юноша и девушка из этих семейств они полюбили друг друга, и они не могут, они умирают в итоге, они не могут эту вражду никак преодолеть. И это реальность для средневековых итальянских городов, это было совершеннейшее бедствие, и там этот герцог, который местный правитель, он восклицает не люди, а подобие зверей, то есть он понимает, что если неправильно, он хотел бы как-то эту вражду остановить, но у него не хватает власти на это. И это существует везде в человеческом роде, это у нас существует, я говорил с людьми некоторое время назад, я говорил со священником православным, который служит на Кавказе, и там очень трудно вмешиваться в дела, связанные с вот такой личной местью. Там сложились определенные механизмы примирения в местных культурах, но очень сложно, там огромный труд удержать людей от того, что они удерживались от мести, потому что в традиционных обществах считается, что человек должен мстить, это его нравственная обязанность, и он должен естественно и за свои обиды отмщать, и за обиды тех, кто ему свои. И вот Христос говорит, не ты свободен от мести, за себя и за других. Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего, а я говорю вам, любите врагов ваших, богословляйте проклинающих вас, боготворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, добудете сынами отца вашего небесного, ибо он повелевает отцу своему сходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда, не то же ли делают и мытари, и если вы приветствуете только братьев ваших, то что особенного делаете, не так же ли поступают язычники, и так будьте совершенны, как совершенен отец ваш небесный. Господь говорит о том, что мы должны любить тех, кто нас ненавидит и проклинает. Это выглядит очень контринтуитивно, и это выглядит даже с точки зрения мира сего безнравственно. У нас есть враги, у нашего племени есть враги, это соседнее племя, которое тысячелетиями нас обижало, которые вот гады, и с которыми тысячелетиями боролись наши славные воины, а ты будешь их любить, этих проклятых врагов. И это навлечет на себя осуждение гнев твоих же соплеменников. Но тем не менее христианская позиция это состоит в том, чтобы любить врагов и молиться о них. Это, конечно же, подвиг, и это трудно, и на это трудно даже и решиться, хотя бы встать на этот путь, но Евангелие нас зовет именно к этому. Иногда говорят, что можно любить личных врагов, если лично сделали гадость, то значит ты его можешь любить. А нужно ненавидеть врагов отечества или Христа и церкви, но на самом деле на горной проповеди нет такого разделения, там Христос не говорит, что там любите ваших личных врагов, а врагов Божьего народа их там очень даже можно ненавидеть. На самом деле в таком виде заповедь есть в Ветхом Завете уже не мсти, не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего это его как сам себя. То есть в том, чтобы любить своего соплеменника, своего единоверца, не мстить ему, это есть уже в Ветхом Завете, и Христос простирает эту заповедь на всех вообще людей, на всех вообще людей, тех людей, которым вы испытываете вражду. И есть такое духовное упражнение, вспомните о людях, которые вам не нравятся, о людях, которые может быть действительно плохие люди, может они действительно злодеи, может они действительно негодяи, но запишите их в свой помянник и молитесь о них регулярно, потому что так вы исполните заповедь Божию. Именно к этому нас склоняет Евангелие. Мы с вами прочитали пятую главу Евангелия Матфея на библейском портале Exiget.